Это программа «Израиль за неделю». Каждую субботу я, Евгений Сова, и мои коллеги рассказываем вам о главных событиях минувших 7 дней в Израиле. Добрый вечер. Говорят, что худой мир всегда лучше доброй ссоры. Здесь, на Ближнем Востоке, это правило хорошо известно. Если бы Израиль не заключил мирный договор с Иорданией и Египтом, то неизвестно, в какой бы геополитической ситуации находилось бы сегодня еврейское государство. Наверное, в очень сложной. Вообще сложно жить, когда вокруг тебя одни враги. Не помогает даже превосходство в силе. Можно выиграть одну войну, вторую, третью. А потом войны начинают становиться делом обыденным. И вот тут происходит осечка. Так было в истории арабо-израильских войн, когда уверенный в себе Израиль неожиданно был застегнут врасплох во время войны Судного дня. В спорте это называется недооценка противника. Именно после войны Судного дня руководство Израиля пересмотрело свой взгляд на проблемы Ближнего Востока. Так, например, стратегический союз с Турцией в Израиле всегда считался одним из приоритетов внешней политики. Одна из крупнейших мусульманских стран мира, не имеющего ничего общего с арабами, всегда воспринималась в Израиле как надежный друг и союзник. В 2010 году отношения резко испортились. Шесть лет ушло на попытки восстановить диалог с Анкарой. В итоге вроде бы договорились. На минувшей неделе нормализация отношений параллельно объявили в Израиле и Турции. Будут ли они такими же близкими, как это было до 2010 года, пока сказать сложно. Но обе стороны прекрасно понимают, что холодный мир в данном случае лучше доброй ссоры. А сегодня в нашей программе. Кровавый теракт в Кириат-Арбе. Палестинский террорист убил израильского ребенка. Нитанягу извинился перед Эрдоганом. Эрдоган извинился перед Путиным. Реальная политика в действии. О плюсах и минусах новых союзов на Ближнем Востоке. За бортом соглашение. Почему вопрос о возвращении останков павших солдат в секторе Газа не был включен в договор между Израилями и Турцией? Каким образом выход Великобритании из Европейского Союза отразится на Израиле? Комментарий бывшего посла Израиля в ЕС Ави Примора. Воскресенье выходной. Только шесть раз в году. В Израиле готовится к утверждению новый закон, вызывающий жаркие споры. К сожалению, в который раз приходится начинать итоговую программу недели с известия о тяжелом теракте. В четверг утром палестинский террорист, 17-летний житель одной из деревень в районе Хеврона, проник на территорию поселения Кириат-Арба. Ворвавшись в один из жилых домов, он нанес ножевые ранения 13-летней девушки. В считанные минуты к месту нападения прибыли сотрудники так называемой группы быстрого реагирования поселка. В драке с террористом был тяжело ранен один из сотрудников службы безопасности. После чего нападавший был ликвидирован. Раненую девушку доставили в больницу, однако спасти ее не удалось. Ее имя – Алелья Фарьель. В четверг вечером она была похоронена на кладбище в Хевроне. Сразу после теракта ряд израильских политиков заявили, что достойным ответом на убийство израильских граждан будет аннексия территорий, прилегающих к Иерусалему, и распространение на них израильского законодательства. В руководстве поселения Кириат-Арба заявляют, что в ответ на убийство Израиль должен позволить поселенцам увеличить масштабы строительства. В свою очередь руководство палестинской автономии отказалось публично осуждать теракт в Кириат-Арбе, что дало повод многим в Израиле говорить о невозможности возобновления мирного диалога между Иерусалимом и Рамалой. А из канцелярии премьер-министра Израиля сообщили, что сразу после теракта было принято решение блокировать деревню Бани-Наим, с которой прибыл террорист, аннулировать разрешение на работу в Израиле всем членам клана, которому он принадлежал, и начать процесс подготовки к взрыву его дома.